В студии программы сегодня витаем продюсера, режиссера, сценариста, керовника, творчей, майстерни, территория кино Александру Бутер. Саша, снова рада видеть, с тех пор, как встречались летом, мы говорили о новом сезоне территории кино, планы очень заметно увеличились, появилось несколько сразу, не просто новых, я бы даже сказала, эксклюзивных курсов. Актер музыкального фильма, кукольная анимация, мастерская художника и танец в кино. Расскажешь? Ну да, мы замахнулись на такое большое разнообразие. Думаю, что все получится, и мы откроем все-таки эти курсы, потому что там чудесные преподаватели. Но я бы хотела сказать еще больше, что мы размахнулись даже на свою театральную площадку, кинотеатральную площадку. Вот сейчас мы готовим к премьере спектакль актрисы и театра кукол Юлии Морозовой. Для зрителей даже будет интересно, потому что... Начнем. У спектакля очень необычная технология витражных кукол. Да, у нее такая интересная действительно технология волшебная. Это печать на стекле, цветная печать. И когда через нее проходит свет, то на экран идет как бы проекция вот этих цветных персонажей, разработанных художником. Замечательная вообще история для детей, волшебная совершенно. Сейчас мы даже с Андреем Воскресенским, моим оператором, снимаем фильм документальный об этом спектакле, о том, как он готовится. А когда премьера-то? Планируем в ноябре. То есть уже практически все готово. Сделаны куклы, сделана декорация. Начинаются репетиции. А планируете прокат полноценный по стране, не только по Минску, не только разовую премьеру? Мы задумали, каждое воскресенье на территории кино будет работать так называемая арт-площадка. То есть люди, у которых уже есть какие-то произведения, снятые фильмы, может быть, короткометражные, учебные, либо готовые какие-то спектакли. Мы выступаем в качестве прокатчиков. С Юлией так получилось, что у нее спектакль на стадии еще постановки. И поэтому мы немножко принимаем участие в его создании. А уже дальнейшая судьба, это уже будет решать, конечно, создатели. Прошлый сезон «Территория кино», как все мы помним, закончился съемками фильмов, которые можно было увидеть в кинотеатре. Сейчас речь идет о прокате спектакля. Над какими еще проектами собирается работать «Территория» с учетом всех тех новых эксклюзивных курсов, которые появились в этом сезоне? Во-первых, наш второй актерский курс, то есть ребята, которые прошли с нами год, они сейчас будут участвовать в большой постановке. Я думаю, что это тоже вырастет самостоятельный такой спектакль с использованием, как я люблю, киноэкрана, каких-то подсъемок по поэме Осадова. Вот, наверное, мы еще увидим наш звездный курс. С ними мы будем работать над настоящим спектаклем. Паша Харланчук с Аней тоже будут показывать на площадке свои детские интерактивные спектакли. Но я думаю, мы еще пригласим немало интересных людей туда. А что за задумка полнометражного песочного фильма? А-а-а! Вообще открыли тайну! Ну, об этом я еще не могу пока сказать. Кроме того, что у меня есть художница Наташа Ницель, она из Беларуси, но сейчас уже несколько лет работает в Берлине. У нее там целый театр. Театр из песка. И мы с ней просто давно мечтали снять мультик. Она такой взрослый, фестивальный. И вот, наконец-то, у меня есть тема. Тема войны. Война, конечно, не танки, стрельба и все такое. Война как бы внутри человека. Ну, не знаю, попробуем. Я еще только начала с ней об этом разговаривать. Но это было бы здорово. То есть есть полнометражные анимационные фильмы, но полнометражного мультфильма «Песочного» я не видела. А все, чего я не видела, мне хочется сделать. И, возвращаясь все-таки к новым курсам, имена педагогов очень хочется услышать. Да, остается с нами наша гордость, наша троица. Сережа Шбанков, Сергей Александрович, как его называют ребята, Юлия Смирнова, актриса и хореограф Светлана Калишевич. К нам присоединяется еще Сергей Келес. Это вокалист театра музыкальной комедии, который будет работать с детьми на курсе актера музыкального фильма. Александра Израильна Сандлер, приглашена из Академии искусств. Это вообще моя гордость, что человек такого уровня согласился с нами работать. А в каком курсе обещан французский педагог? О, французский педагог. Сначала я думала, что он будет у актеров. Хореограф с огромным таким очень эксклюзивным образованием по всему миру. И опытом работы, да. Не знаю, если все-таки получится у нас с ним поработать, было бы здорово. И специально для него мы назвали этот курс «Танец в кино». То есть танец, через который рассказывается история. Вот такой танец мне нужен. И я думаю, что Майк как раз из этой оперы. Ну, посмотрим. На всяком случае, если он не найдет время на постоянное преподавание у нас, то в спектакле, я думаю... Хотя бы мастер-классы было бы интересно увидеть. Или постановка каких-то номеров в наших спектаклях, я думаю, все-таки будет. Ну что ж, спасибо тебе большое за интересную беседу. Будем ждать новых проектов в новом сезоне от территории кино. И снова будем ждать тебя в гости. После этой программы «Калейдоскоп» мы гутерли с продюсером, режиссером, сценаристом, керовником, творчей и майстерни территории кино Александрой Бутер.